Сочинское золото. Теннисистка Елена Веснина принесла России долгожданную медаль. Дома за нее болела вся семья. Сочинские школы через два дня будут приняты после ремонта. Как справились шефы, проверил глава курорта. Пляж Меретинский попал в пятерку лучших в России, а вот арендаторы других пляжей могут попасть в черный список. Сколько километров до Новой Зеландии можно узнать в парке Ривьера. Там фонарный столб превратили в арт-объект. Завтра президент России будет работать в Сочи. Владимир Путин встретится с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также ключевые темы региональной повестки дня, сообщили в пресс-службе Кремля. И к новостям в прямом смысле золотым. Сразу после прилета олимпийский чемпион принимал поздравления от Вениамина Кондратьева. На встречу с губернатором Беслан Мудранов приехал со своим тренером. Глава региона выразил спортсмену благодарность и отметил, что эта золотая медаль – особой пробу, ведь завоевана она вопреки политике двойных стандартов. Спорт стал элементом политики, потому что сильный спорт. Никогда в жизни мировая политика не разменялись бы на спорте, если бы спорт в России не был таким сильным. Он сильный, мощный, невероятно что. И сегодняшний твой результат – это показали того, что на самом деле спорт в России на высоте. Практически нас уже, может быть, списали, похоронили, они уже думали, что все, не будет российского спорта в мире, тем более на этих олимпийских играх, не будет. Он не то, что туда пришел, но еще и показал, Россия – великая держава, мощная держава, в том числе и великая спортивная держава. Перед стартом, когда нас давили, можно сказать, психологически, я вообще не волновался. Тем более, кто выступает на Олимпиаде, в каждом весе – Эйцо Гамба. Главный тренер – Гамба. Он каждому персонально сообщение присылал. Мы еще на сборах не были, мы дома были. Каждому сообщение присылал, чтобы мы настраивались, и настраивались только на зону. Вот уже больше 10 лет Беслан Мудранов тренируется под руководством Урдольфа Бабаяна. Сегодня в Армавире он воспитывает еще около 500 спортсменов по дзюдо. Однако далеко не в каждом районе единоборство носит массовый характер. По мнению Вениамина Кондратьева на Кубане, необходимо создать систему подготовки дзюдоистов. Единоборство – это, в принципе, для парней тот вид спорта, который нужен. Я просто вам скажу, что когда он занимался плаванием, это был один ребенок, а когда он стал заниматься рукопашным боем, это изменилась походка, изменился целый подход в разговоре, уверенность появилась, то есть появился характер. Потому что ковер создает характер, потому что там он не может быть слабым, потому что он должен быть. Поэтому я и увидел это на собственном примере, что нужны единоборства. А нужно создать систему. Систему дзюдо в крае. Это очень доступно, но здесь доступно с точки зрения того, что сегодня есть помещение, нет тренеров. Но вот с чего начать? Как нам посеять первые семена тренеров по дзюдо? Вот, Вячеслав Иванович, первое, нам надо сохранить то, что у нас есть. Те вот у нас очень хорошие школы. Ну, Армагир уже мы не берем. Но в Российской. В Туапсе – шикарнейшая школа дзюдо. Там у нас очень много талантов. В Сочи, Лазерская, Адлер, Анапа, Лобинск, Курганск. Эти центры, они уже сборников России дают. То есть нам сейчас, это мое мнение, нам сохранить вот это надо, в первую очередь, чтобы эти школы не страдали от финансирования. Кроме того, по предложению краевого министра спорта, третий урок физкультуры в кубанских школах может стать занятием борьбой. Вести их могут чемпионы и профессиональные тренеры. Для тебя Россия. Сочинка Елена Веснина, которая накануне выиграла золото Игр в Рио в паре с теннисисткой Екатериной Макаровой, посвятила победу всей стране. Здесь, дома в Сочи, ее поддерживала семья. Наша съемочная группа сегодня отправилась в гости к Весниным и узнала, как родные и близкие поддерживали Елену за сотни километров от Бразилии. Телевизор в семье Весниных почти всегда настроен на спортивный канал. Здесь же, на этом диване, с флагом в руках, они болели за Елену. Мама Ирина, брат и тренер Дмитрий и бабушка Валентина Анатольевна. Кстати, во многом благодаря именно ей, семилетняя Лена, пришла на сочинский корт. Приезд с Украины, переезд в Россию, все это. А потом она стала тем сильной, сильная девочка, целеустремленная, физически здоровая. И главное, она любила то, чем она занималась. Все, и есть золото. Ну вот и закончился этот такой важный для этих вот танцующих сейчас теннисистов матч. Вот он, победный мяч у Весниной Макаровой на Олимпиаде в Рио. И первые эмоции, которые не описать словами. Золото игр, первую олимпийскую медаль в истории страны в парном разряде и седьмую для сборной на этих играх Соченко посвятила всей стране. Для тебя Россия, написала Елена под фото в социальных сетях. Этот патриотический дух мы воспитали, передали, как говорится, в своих детей. Поэтому такие вот они у нас молодцы. Дух патриотов России. И медаль, которую они посвятили, это посвятили России. Болели всей семьей, болели и переживали, но понимали, что у наших ученых есть все шансы выиграть золото. Поэтому мы старались, знаете, не так волноваться, чтобы это волнение передавалось. Телефон у мамы теперь уже олимпийской чемпионки. Не замолкает ни на минуту. Сотни поздравлений и теплых слов. Ирина Степановна проводит экскурсию по дому. Здесь каждый уголок посвящен теннису. Кабинет отца и тренера Елены Сергея Веснина увешан памятными фотографиями. Здесь же памятные награды. Это вот я привезла из Рима буквально в финал, где они проиграли в финалистке. Это именно Мартина Хингис и Мерзе в финале. Ну, сейчас взяли реванш. Ну, а комната, где живет теннисистка, когда приезжает в Сочи, это целый музей. Здесь награды с десятков турниров за долгую карьеру Елены в одиночном и парном разряде. Кубки, медали, ну и приятные мелочи. Одним словом, история побед. Это турнир Индиан Уэллс. То есть она выиграла с Катей, с Динарой, с Мерзой. То есть с разными игроками. То есть раз, два, три, четыре куклы. И только самые близкие Елены знают, чего стоила каждая из этих наград. Но какое место будет выделено для медали с Олимпиады, пока не решено. Будет ли 30-летняя Елена выступать на следующей Олимпиаде? Вряд ли. Посвятит себя семье. Ну а сразу из Бразилии Веснина с Макаровой отправятся в Америку на US Open. Так что встречать титулованную землячку у Сочи будет только в конце сентября. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. За прошедшие выходные спасатели МЧС четыре раза выезжали на помощь. Помогли москвичке выбраться из каньона Псахо, жителям Сургута, из разлившейся реки Шахе. А также деблокировали пострадавшего в ДТП сочинца. Кроме того, не дали местному жителю далеко уплыть. Накануне в 12.55 в спасательный отряд от очевидца поступила информация о том, что на пляже гостиницы «Жемчужина» в 500 метрах от берега человека на матрасе уносит в море. Выйдя на катере, спасатели обнаружили молодого человека и помогли ему подняться на борт судна, после чего доставили на берег. Медицинская помощь 23-летнему сочинцу не потребовалась. Сочинец пытался застрелить сына и полицейских. В дежурную часть УВД обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что бывшим муж угрожает ей физической расправой. Пока потерпевшая с сыном находилась в полиции и писала заявление, стало известно, что мужчина пытается взломать оружейный сейф в их общем доме. По указанному адресу был направлен наряд полиции. Возле дома заявительницы сотрудники полиции застали мужчину с ружьем в руках. Увидев патрульный автомобиль, злоумышленник без предупреждения осуществил сразу несколько выстрелов в сторону служебного автомобиля. Тем самым повредил лобовое стекло и сидение транспортного средства. Никто из полицейских в этот момент не пострадал. Полицейские оцепили потенциально опасную зону и, дождавшись подходящего момента, обезвредили и задержали 47-летнего местного жителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где стало известно, что он пьян. В отношении него следственный комитет возбудил уголовное дело. Продолжаем. Накануне нового учебного года глава города Анатолий Пахомов проинспектировал готовность учебных заведений к 1 сентября. Он посетил Кудепстинскую школу номер 18. Здесь, как и в ряде других учебных заведений, завершился ремонт. Многие школы города в этом году отказались от вторых смен. Это стало возможным за счет дополнительных кабинетов, которые были отремонтированы, по сути, заново оборудованы из тех помещений, которые ранее не были задействованы. В этом году на ремонт школ и детских садов город выделил порядка 50 миллионов рублей плюс 20 миллионов средств шефских организаций. Мы завершили все работы. Сейчас ведется косметическая уборка уже, наведение порядка в Росово. По инициативе главы города вновь в этом году продолжился проект сочинских единороссов по распределению шефской помощи. Кто из партийцев и какую школу берет под свое крыло. Так, каждое учебное заведение получило традиционно своего шефа, благодаря которым детские сады школы радуют юных сочинцев. Все это делается на протяжении пяти лет исключительно для того, чтобы наши дети понимали, что такое хорошо и что такое плохо, чтобы у них было понимание, что вот красивая комната, комфортная комната, удобная комната, удобная для занятий. Сегодня глава города инспектировал завершение ремонта в школе номер 18. Это два здания, одно из которых было построено в 61-м году, другое в 94-м. Вот так коридоры школы выглядели в начале ремонта. Сейчас все изменилось, помещение внутри и в одном здании, и в другом не отличить. Мы здесь вскрыли полы, сделали новое покрытие из плитки, мы полностью отштукатурили стены, старое было покрытие, старая штукатурка. Соответственно, применялись новые материалы, новые подвесные подолки, полностью сделана проводка и системы безопасности. Конечно, начинать учебный год в отремонтированных классах удобнее и приятнее, говорят на встрече с мэром сами учителя. Сейчас преподавательский состав практически полностью сформирован. А вот сколько детей в этом году сядут за парты, пока сказать сложно. Заявления продолжают поступать. Настроения же у преподавателей уже рабочие. В школах появилось новое оборудование. У нас практически все кабинеты оснащены интерактивными досками. Специализированный кабинет физики, химии, биологии. Они получили свои лаборатории, которые позволяют детей готовить лучше и к экзаменам, и давать более глубокие и прочные знания. Поэтому раньше, конечно, такого не было. Детские сады также могут похвастаться красотой. В Кудепсте у детского сада номер 9 обновили кровлю. Еще и приведена в порядок территория вокруг. Появились свободные площадки, их забетонировали, завезли землю, посадили новые деревья. У каждой группы своя новая прогулочная веранда, спортплощадка. Вложено много бюджетных рублей, но и здесь не обошлось без помощи шефов. Глядя на усилия воспитателей, подключились и родители. Уже сейчас, конечно, хорошо. Деткам свободно, деткам просторно. Родители стараются, начали высаживать и цветы, и все, потому что им тоже нравится, когда, знаете, детский сад преображается. И я бы не сказала, что родители у нас равнодушные. Нет. Вы знаете, всегда есть в группах родителей, которые очень хотят помочь. Через два дня все учебные и дошкольные заведения города будут приняты после ремонта. Акты готовности передадут затем в край. Ну, а, конечно же, главными ценителями станут сами дети. Как подчеркнул на встрече с преподавателями глава города, надо воспитывать и учить детей в комфортных условиях, чтобы у них появилось желание жить и работать в чистоте и уюте. С детства им прививать бережные отношения и любовь к дому, к школе, к родному городу. Тогда и улицы, парки, скверы, дворы и дома будут в Сочи выглядеть еще более привлекательными. Елена Всецнадимовна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Все звезды шансона на одной сцене в Сочи в эту пятницу прошел Всероссийский фестиваль «Эх, разгуляй». На сцене концертного зала «Фестивальный» выступали самые яркие звезды шансона и не только. На праздники музыки побывала и наша съемочная группа. Возле концертного зала «Фестивальный» не протолкнуться до начала концерта. Одни спешат к кассам купить билеты, а другим они просто не нужны. Например, городским активистам. Общественников на Всероссийский фестиваль «Эх, разгуляй» пригласили абсолютно бесплатно. Это подарок сочинской мэрии за плодотворную совместную работу и активное участие в городской жизни. Сегодня мы пришли на мероприятие праздничное. Для нас тоже мы проявляем активную позицию. Немножко поработали, нас отблагодарили. За это им большое спасибо администрации города. Сам хожу на такие мероприятия очень часто и с радостью всеми семьями. Идут концерты практически каждый день на разных площадках. Шансон я вообще обожаю. И хочу услышать, конечно, что-то новенькое и старого что-нибудь. На фестивале «Эх, разгуляй» звучали и новые песни, и проверенные временем. Открыл концерт Денис Майданов со своими лучшими хитами. Подпевал весь зал. Ты будешь знать, что я твой добрый гений. Я буду знать, что ты любишь меня. Зрителей на концерте собралось много. Полный аншлаг. Шансон в нашей стране любят, поэтому организаторы постарались. Пригласили больше десятка артистов. Вика Цыганова, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Сергей Любавин и многие другие. Столько звезд на одной сцене. Такое позволить себе может не каждый фестиваль. Всегда люди ждали и хотели попасть на «Эх, разгуляй», но у них не было такой возможности, потому что не каждый может купить себе билет до Москвы, приехать на концерт. Правильно, нужно же еще где-то остановиться. А теперь фестиваль сам приезжает к людям, которые живут в тех городах, где хотят, чтобы он прошел. Звезда шансона «Рада Рай» – постоянный участник фестиваля. Говорит, приятно, что такой праздник музыки вышел за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и стал всероссийским. В его географии теперь несколько десятков городов. Ну а Сочи – одна из любимых площадок. Я очень люблю город Сочи. У меня здесь живут друзья. И я здесь, конечно же, бывала и неоднократно. И на этой площадке непосредственно тоже приходилось. Ну, что сказать. Замечательное место. Хочется быть здесь как можно чаще. Впрочем, фестиваль вышел не только за пределы столицы, но и за границы жанра. Специальным гостем «Эх, разгуляй» стал теперь уже друг фестиваля Леонид Агутин. Фестиваль продолжит свое грандиозное шествие по стране. Но основа в Сочи он вернется уже совсем скоро – в конце сентября. А завершится всероссийский музыкальный марафон тоже в Сочи большим финальным концертом. Еще больше звезд шансона приедет на курорт в январе. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи готовится к Кубку конфедерации 2017. Уже на этой неделе в Сочи прибудет комиссия Минспорта России, чтобы проконтролировать реконструкцию стадиона Фишты, подготовку курорта. А департамент транспорта Сочи начал украшать автобусы курорта специальными эмблемами. Первые машины с эмблемой Кубка конфедерации 2017 года вышли на линию еще в выходные. Тестовые соревнования на стадионе Фишт пройдут в начале следующего года. Однако уже сейчас сочинцы и гости курорта должны быть осведомлены о предстоящем событии мирового масштаба, считает руководство города. Мы определили основные маршруты, которые идут на Красную Поляну и на Псоу, также заезжая в Олимпийский парк. Это 105-й, 125-й, 135-й автобусы, 57-й. В понедельник уже 100 автобусов у нас будет ходить с этими эмблемами. Потому что эти маршруты наиболее востребованы людьми, наиболее загружены и идут в Олимпийский парк, там, где будет проводиться соревнование. Эмблемы Кубка конфедерации не остались с незамеченными пассажирами. Здесь все очень ждут, и я увидела, прям приятно, что весь город об этом говорит, знает. Я считаю, реклама на автобусах отлично, нормально. А где еще? Только там и видно. Те, которые даже не знали, узнают, что у нас проходит такое классное мероприятие. Интерес к футболу в Сочи набирает обороты, и это чувствуется не только на футбольном поле, но и в городской среде. Кубку конфедерации в этом году посвятили и День физкультурника, который в Сочи праздновали на протяжении двух недель под девизом «За здоровьем!» в парке и на спортплощадке на курорте проходили различные соревнования и веселые эстафеты. Итоговым мероприятием стала «Спартакеада трудящихся» города Сочи. Подробности далее. Двигайся больше, проживешь дольше. Именно с таким настроем сотни участников «Спартакеада трудящихся» соревновались в различных видах спорта и сдавали нормы ГТО. Кто быстрее, выше и сильнее на стадионе первой спортшколы выясняли представители различных предприятий города, сотрудники районных администраций, а также просто любители активного образа жизни. Много-много лет в городе Сочи уже не было такого уровня «Спартакеады». Состязания серьезнейшие, такой спортивный, боевой накал, который мы сегодня как поддерживаем Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И безусловно, у нас сегодня весь стимул, все это направлено на подготовку Кубка Конфедерации 2017 года, который пройдет в городе Сочи в том числе. Проявить себя участники могли как в дартсе, так и в футболе. В веселых стартах отношения выясняли команды заместителей главы города Сочи. Мы считаем, конечно же, что мы победили, потому что как минимум для себя. А так, главное, понимаем, что участие мы получили колоссальное удовольствие. В первую очередь, не потому что мы зрители на этом мероприятии, а потому что мы можем прийти и поучаствовать в жизни спортивной города. В итоге лучше всех с комбинированными эстафетами среди команд заместителей главы курорта справилась сборная Ирины Романец, серебро у Сергея Юрченко, бронза у команды вице-мэра Юрия Поломарчука. Среди районов первое командное место заняли адлерцы. Центральный район в тройку лидеров не вошел, зато команда отличилась капитаном. Андрей Терещенко – единственный из районных глав, кто вышел на старт. У нас принимает участие команды коллективов мясокомбината Сочинского традиционного, они у нас в волейбол играют, у нас принимают участие команды водоканала, хлебокомбината. Поэтому это такая всеобщая тенденция для того, чтобы мы как можно чаще встречались, проводили вместе время. Награды в честь празднования Всероссийского дня физкультурника получили не только любители, но и спортсмены. На основании приказа Минспорта звание мастера спорта России вручили трём сочинским гимнасткам. Галина Моисеева, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Завершилось празднование Всероссийского дня физкультурника, который в этом году посвятили Кубку Конфедерации в парке «Ривьера». Там во знаменование предстоящего футбольного праздника в футбол сыграли черноморские афалины, а на главной аллее открыли новую достопримечательность. Тема футбола в «Ривьере» читалась на каждом шагу. Владение мячом посетителям парка демонстрировала команда юных сочинских футболистов. Здесь же все желающие могли принять участие в конкурсе рисунков. Не обошлось в этот день на асфальте без футбольного поля и Кубка Победителя. В итоге обещанное мороженое заслужили все художники. За день ребятам подарили тысячу порций этого лакомства. Кстати, рисовали в этот день не только на асфальте. Футбольным аквагримом сотрудники парка украшали всех желающих. Здесь у всех футбольное настроение, нужно его разделять, быть на той волне позитива, которая сегодня здесь присутствует в парке «Ривьера». Кстати, за лучший аквагрим на спортивную тему вручат призы. И свои фото конкурсанты выложили в соцсети с хэштегом «Сочи в футболе». Лучшую работу определят уже на этой неделе. Победители получат сертификаты на посещение аттракционов парка «Ривьера». Особенным в день физкультурника стало и шоу «Дельфинов». Эти артисты тоже попробовали себя в спорте. Сборную команду возглавил первый. Так зовут «Дельфина», который первым родился в риверском дельфинарии. Черноморские афалины сыграли со зрителями в футбол. Во всех уголках парка не только играли в футбол, а в принципе активно проводили время. Главные гости «Ривьеры» – дети участвовали в спортивных эстафетах. Нам команды нужен дух. Чемпион ловит вулк. Лучше всех играли в футбол. Футбол, футбол. Я уже три раза скажу. Футбол, футбол, футбол. Кульминацией стало открытие новой достопримечательности парка. Обычный фонарный столб здесь превратили в арт-объект. Разместив на нем указатели стран-участниц Кубка конфедерации с километражом. До Португалии, Чили, Германии, Новой Зеландии, Австралии и Мексики. Последние карт-указателю в торжественной обстановке прикрепили табличку России. Остается уже меньше года до начала матчей Кубка конфедерации 2017 года. И, конечно, весь этот день мы посвящаем этому событию. Приятно отметить, что сегодня мы точно видим, что до Сочи осталось ноль километров. Уже совсем скоро мы будем все с вами свидетелями грандиозного праздника футбола. Здоровья вам и, конечно же, занимайтесь спортом. У нас уже был запуск волонтерской программы. Сейчас вот это мероприятие, я думаю, что жители и гости города Сочи видят тот настрой, тот позитив. Собственно говоря, наверное, тоже приобщаются к спорту. Вот это, прежде всего, здоровье. Это наша сборная, это наш командный дух. В целом, участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, посвященных предстоящему Кубку конфедерации, приняло свыше 5000 сочинцев. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Футбольный клуб Сочи отметил свой третий день рождения. 14 августа 2013 года команда курорта провела свой первый официальный матч, взяв старт в первенстве третьей лиги среди любительских команд. Спустя три года футбольный клуб снова вышел на поле центрального стадиона и снова с амбициозными планами. Домашний поединок Сочи против клуба «Армавир» собрал на трибунах более 2000 болельщиков, которых помимо самой игры ожидало и увлекательное предматчевое действие. А именно, торжественная передача в Музей спортивной славы двух новых экспонатов – мяча с автографами футболистов клуба Сочи, а также памятного фотокоманды. Футбольная страница открыта в музее по инициативе администрации города в связи с подготовкой курорта, Кубку конфедерации и Чемпионату мира по футболу. Все инспекционные визиты, которые в городе Сочи проходят, показывают о том, что город Сочи готов, что все идет по плану, все идет в соответствии с графиками. Ну и, конечно же, хочется отметить, опять же, футбольный клуб Сочи, перед которым ставится амбициозная, но выполнимая, мы считаем, задача – это к 2018 году представлять наш любимый город в премьер-лиге. Нам предстоит, наверное, пройти очень тяжелый сезон, ничего просто так не будет даваться, но мы очень надеемся на то, что команда будет создана, по-настоящему создана, не только формально, но и по игровому плану. И если это получится, то мы надеемся, конечно, повысить ее в классе, и в какой-то момент играть на тех объектах, которые будут построены к Чемпионату мира. В рамках третьего тура первенства России по футболу в зоне юг 2-го дивизиона команда курорта принимала клуб «Армавир». Именно его считают главным конкурентом сочинцев в борьбе за путевку в первую лигу. Первые полчаса оба соперника делали акцент на игру в обороне. После перерыва ситуация не изменилась. Однако на 65-й минуте игрок «Армавира» Артем Бикетов получил второе предупреждение и отправился отдыхать досрочно. Впрочем, воплотить свой численный перевес в забитый мяч хозяевам так и не удалось. Как итог – 0-0. Безголевая ничья на своем поле вряд ли сделала подопечных Геннадия Бандарука по-настоящему довольными. Как бы то ни было, сочинцы добыли свое первое очко в текущем первенстве. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Спасибо. 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 Спасибо.